Всем привет! На днях я побывал на концерте Эроса Рамазотти в Крокус Сити Холле. Уверен, что рассказывать, кто это такой, никому не надо. Думаю, все слышали его хиты с такими звездами, как Тина Тернер, Шер, Анастейша, Андреа Бочелли, Андриано Челентано. Но мне, кстати, больше нравится, когда он поет сам, без дуэтов. Рамазотти приехал в Россию в рамках мирового тура в поддержку своего нового альбома. Что хотелось бы отметить. Звук отстроен был великолепно. Видеоряд сзади и лазерные эффекты, конечно, нельзя назвать световым шоу, но все было интересно и уместно. На сцене был целый музыкальный коллектив. Барабанщик, три гитариста, басист, два клавишника, саксофонист и две вокалистки на подпевках. И, конечно же, сам Рамазотти, который периодически также брал в руки гитару. Особое внимание обращу на трех гитаристов. Причем не на их виртуозность, а именно на то, что их было трое. Многие наши даже рок-группы, подразумевающие гитарную музыку, жлобятся не то, что на третьего, но даже зачастую на второго гитариста. Поэтому музыка на таких концертах наших рок-музыкантов получается усеченная. Не все гитарные партии, присутствующие на пластинке, проигрываются вживую. А здесь полноценный музыкальный ансамбль. Фонограммная поддержка, конечно же, была, но минимальная. Это было понятно по различному звуку рабочего барабана в разных песнях. Зато девчонки на подпевках спели с Рамазотти по одной песне в дуэте, у каждой оригинальный тембр голоса. Звучало отлично. Рамазотти не боялся спускаться в зал и даже поздравил там одну из поклонниц с днем рождения, спев традиционную «Happy Birthday». В целом концерт был прекрасным. Я получил настоящее эстетическое удовольствие. Вот такая вот коротенькая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова